В Украине продолжает лихорадить рынок автогаза. Только за минувшие сотки топливо подорожало на 50 копеек, до 16,5 гривен за литр. С чем связан этот скачок и какой отметки цена может достигнуть уже завтра, выясняла Любовь Кукла. Абсолютный рекорд последних лет. Еще в начале лета украинцы заправлялись по 10 гривен за литр. Сейчас цены выросли до 16, и это только в Киеве. В регионах цены еще выше. Водители возмущаются, подорожание существенно ударило по кошельку. Конечно, если почитать, раньше можно было проехать на 200 гривнах, 100 километров. А сейчас это уже по полтора раза почти. Я в такси работаю, и заработки в разы уменьшились. В два раза точно. Тарифы остались те же самые в такси, а газ в полтора раза подорожал. Такие скачки цен эксперты объясняют дефицитом самого автогаза, в частности импортного. Поскольку Украина зависит где-то по импорту процентов на 70 от импортных поставок, в ближайших странах сопредельных, откуда мы возили автогаз, были установлены заводы на профилактику, на ремонт. Это типичная ситуация для лета. И сразу же создался серьезный дефицит здесь, ресурсов внутри страны, которые заполнить было попросту нечем. Сыграли роль в подорожании, по словам экспертов, и проблемы с логистикой. Якобы у оператора-монополиста Укрзалезницы закончилось дистопливо, из-за чего не успевают формировать составы для перевозки. И теперь то, что раньше доставляли за три дня, сейчас могут перевозить в неделю, а то и 10 дней. Правительстве отреагировали на резкий скачок цен. Как сообщил замминистр экономического развития Максим Нефедов, первый вице-премьер Степан Кубев обратился в антивонопольный комитет, чтобы проверили, не было ли сговора трейдеров. Хотя эксперты успокаивают, прежние цены все же вернутся. У нас один механизм регулирования цен, это рынок. И сегодня мы видим несоответствие, разбалансированный этот рынок, несоответствие спроса и предложения. Как только эти факторы выровняются, будет падать потребление, соответственно спрос будет падать. Правда, платить за газ в три дорого, придется еще больше месяца. По прогнозам аналитиков, топливо станет дешевле не раньше октября. Любовь Кукла, Лена Зеленская, Валентин Белич и Андрей Кузнецов Подробности телеканал Интер.